Сегодня в четвертом часу утра под покровом густой уральской тьмы на альпинистов 77Е в большом логистическом комплексе в одном из складов случился квест-пожар. Ну то есть квестом он стал прежде всего для огнеборцев. Сам дымящийся склад площадью порядка 4,5 тысяч квадратов они среди ночи и остальных складов худо-бедно нашли. Но дальше началось самое интригующее. Как в кромешной тьме отыскать эпицентр огня в огромном складском ангаре, полностью затянутом дымом, с десятками коридоров и дверей, многие из которых были закрыты. Спасатели МЧС поняли, что это реальный квест и сразу же подняли номер пожара до первого бис. А это автоматически увеличивает группировку квестовиков-поисковиков. Сложность была в том, что сложная планировка здания и, соответственно, затемление сильное. То есть долго искали, долго подходили. Первым в ночи обнаружил воспаление бессонный сторож соседнего склада Владимир с неактуальной в святке фамилией Постников. Он, зная, что в эпицентре пожара должен находиться его ночной коллега, тут же позвонил ему, чем его, возможно, спас. Ибо снаружи задымление было виднее, чем изнутри, и не факт, что сторож горящего склада не надышался бы дымом. Пошел звонить к их, убить его охрану. А их охрана еще в это время этого всего не убить? Она внутри была. Они не почувствовали дым, что ли? Внутри как почувствовали. Я позвонил, он сразу вышел сюда. Он вышел сюда? Да. Все, и пошло. И дальше вызвали пожарных? Да, ну, здесь же стояли, позволили залу пожарных. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что в здании склада сильное задымление. В ходе разведки было установлено, что горит склад с готовой продукцией. Двери, двери. А двери? Двери и все? Ну, это не наш склад, я не знаю как. Только двери вот у них были. Значит, на тушение было подано два ствола «Б». На тушение привлекалось 6 единиц техники, 20 человек личного состава. А что конкретно горело на какой площади? Горело 20 квадратов, готовая продукция двери. В общем, как вы поняли, после получасового квеста огнеборцы комнату с пылающими древесными дверями обнаружили и замочили. Вот вроде бы и все, но на пассажок можно подметить, что с задымленного склада удалось вывезти и, наверное, спасти от выгорания Hyundai, который после долгого пребывания в дымовой завесе приобрел окраску дыма. А ведь поговаривают, до пожара он был красным, как смоль. Эй, эй! Давай! Давай, давай!